Я хотел посвятить свое выступление источникам массовой русофобии, которая выражается в клевете на Николая II. Это довольно новое явление в нашей жизни, которого еще недавно не было. Еще недавно вся имперская история была предана запвению, и даже казалось, что мы превращаемся в таких маргиналов, которые никому не интересны, поскольку никому не интересна подлинная русская история, поскольку никому не интересны те, кто эту подлинную русскую историю помнит, изучает и пропагандирует. А теперь, буквально в последние годы, наблюдая за ситуацией в интернет-пространстве, и участвуя в разного рода дискуссиях, я вижу эту массовую русофобию. Она исходит не от каких-то олигархов, не от отмороженных либеральных журналистов. Она исходит от, казалось бы, обычных русских людей с русскими фамилиями, с русскими лицами, и даже умеющими правильно что-то судить об общественно-политической ситуации, об экономическом развитии. И, казалось бы, эти люди достаточно образованы и могли бы поинтересоваться действительными обстоятельствами уничтожения Российской империи, убийства Николая II и его семьи. Но оказывается, что масса людей, которые, ну, с ненавистью просто относятся к Российской империи и к государю-императору, который олицетворяет вообще-то всю нашу дореволюционную историю. Откуда взялись эти люди, трудно даже сейчас сказать, но, наверное, откуда же берется всеобщая апатия и верия в то, что в нашей стране можно хоть что-нибудь сделать, можно остановить всеобщее разграбление, деградацию всех общественных, политических и экономических институтов. Все это происходит оттуда же. Мы как будто бы вернулись второй раз в большевистское государство. Вы посмотрите, та же самая однопартийная система, тот же самый тотальный контроль над средствами массовой информации, политические репрессии, которые пришли к массовому характеру, неправедные войны, нелепые решения, как были накануне краха СССР, нелепейшие экономические решения. И сейчас мы как будто бы подходим, вот нам создали ровно такие же условия, ну в каких-то деталях не очень существенных, отличные от тех, в которых мы жили, когда кто там моего возраста был еще молод, или наши родители жили в этих условиях. Ровно то же самое, только потеряли 5 миллионов квадратных километров, ужались от территории почти что совпадающей с Российской империей, ужались до Российской Федерации, до этого обглотка, обмылка от нашего исторического пространства, которого достоин русский народ. И теперь нам предлагают по второму разу зайти на тот же исторический круг. Мы потеряли многое. Давайте мы потеряем еще чего-нибудь. Сейчас заселяется, массово заселяется территория Дальнего Востока. Может быть, следующий этап раздела России, это лишение нас Дальнего Востока, Сибири, которую нынешняя власть уже бросила. И, собственно, вот те территории опережающего развития, о которых здесь было упомянуто, это и есть как раз переходный период такой, отказ вот суверенного владения этой территории, которая досталась нам от Российской империи. Многие из тех, кто клевещут на историческую Россию, как-то забывают, что все, чем мы еще живем, это те территории, те ископаемые, те богатства, которые были принесены нашему народу в Российской империи, гением наших государей 19 века, среди которых не было дураков, не было предателей, не было негодяев, к которым можно отнести, ну, любого, кто потом пытался править Советским Союзом, не Россией, и потом постсоветским периодом Эрефия, вовсе не Россией. Россия, помните фразу из фильма «Бег» там артист Михаила Ульянов, там генерала Чернота играет, и он говорит так в пьяном бреду, «Россия не умещается в шляпу», да, там, когда просят подаяния, «Россия не умещается в шляпу». Вот в их шляпу Россия не умещается, они не могут охватить это пространство, историческое и географическое, они не способны управлять таким государством, поэтому не Россия сейчас, это не Россия, и мы должны четко разделять Эрефию, Российскую Федерацию и историческую Россию. А возвращаясь к теме вот этой массовой русофобии, выраженной в ненависти, буквально какой-то животной ненависти к Николаю II, который выражается в массовом виде, мы можем посмотреть, какие аргументы высказываются. Ну что есть монархия для современной России? Это же исторический анахронизм, так обычно говорят, как будто вся человеческая история не была историей монархии, и как будто тысячелетняя история истинной России не была историей монархии, как будто у нас свет в окошке, это генеральные секретари, КПСС и советская система, в которой существовал обман. Многие забыли почему-то, что не было никаких выборов, был выбор один из одного, всегда, на протяжении всей истории коммунистической партии и так называемой советской власти. Никто не помнит, что как таковой советской власти не было, она возникла на мгновение после выборов 90-го года, когда прошли первые альтернативные выборы и последние, больше никаких выборов в Российской Федерации не было, все остальное было спектаклем. Перешли от одного спектакля к другому, от спектакля советского периода, выбор одного из одного, и к якобы альтернативным выборам, когда считали, выигрывали те, кто считали. А кто потом становился депутатом, это не имеет никакого значения. Так монархия эти вопросы все разрешает, не только российская монархия, разрешает вопросы народного представительства, и складывается схема, когда разные слои общества спокойно сосуществуют. И монархия, самодержавные институты, и аристократия, и демос, который тоже получает свое представительство на местном уровне, или, если это будет угодно государю, значит, в общероссийском парламенте. Может быть такой парламент при самодержавии? Может, может. Он исторически, то, что у нас было в Государственной Думе, это, конечно, было гнездо предательства. Но может быть и настоящий законосовещательный орган, не законодательный, а законосовещательный при монархии. Монархия разрешает этот вопрос, а нам говорят, ну что же это монархия, это анахронизм. И забывают, что в современной Европе 12 монархий существуют между делом. Ну не такие уж они традиционные, не такие уж влиятельные монархии, но тем не менее нам как бы отказывают даже в этом, что есть какая-то схема сосуществования современности и монархии. А для нас монархия это продолжение исторического пути России. Это не анахронизм, это наоборот, это будущее наше, это, как я стараюсь донести до людей, это исторический приз. Монархия это не способ разрешить ваши проблемы. Это способ, это как бы приз за то, что вы их разрешили. Вот вы их разрешили, и тогда вам дается, даруется от Бога монархия, с которой вы можете полноценно жить и существовать, понимая, что вы живете в суверенном государстве, что верховная власть заботится о вас, а не о карманах олигархической группировки. То есть это, наоборот, высшее проявление государственности, и история знает об этом, знает самый величайший переход от республики к монархии, и римскую империю. Об этом тоже считают невозможным думать, какая римская империя, когда мы живем только сегодняшним днем. Если сегодняшним днем, то тогда вам рабство в вашей имитации республики. И нет никакой республики, и не может существовать в России, на территории Российской империи и у русского народа. Никакого парламентаризма в нынешнем либеральном виде, или никакой республики, которую пытаются в виде такого имитационного института нам представлять, вроде бы как нас там кто-то защищает. Нет, это абсолютно чуждые для нас институты. Нам говорят, что монархия изжила себя, и если она была сильной, то она рухнула и этим доказала свою слабость. А другие государства на протяжении всей своей истории не заканчивали свое существование. Российская империя просуществовала 300 лет, а вместе с предшественниками своими, от которых черпала силы, просуществовала тысячу лет. Это слабое государство тысячу лет просуществовало, пережив тяжелейшие времена. А Советский Союз что, не рухнул, что ли? Тогда и Советский Союз слабый, и любое государство, которое закончило свое существование, слабое. А почему же мы все время вспоминаем про империю? Почему мы ощущаем, что мы все-таки наследники империи, а не случайные люди на русской земле? Нам говорят, что монархия, может быть, была и неплоха, но вот монарх как-то попался слабый, то ли дело Александр Третий, вот самый русский царь. Все эти разговоры от полного незнания истории России. Гоголь писал, помните, великое незнание России посреди России. Сейчас полное незнание. А все это связано с воспроизводством все той же коммунистической советской системы, когда преподносят только ложь. С экранов телевидения несется почти сплошная ложь. Иногда что-нибудь там по каналу культуры или по каналу Спас что-нибудь покажут. Ну и то, вот последняя передача, ужасная была передача о ритуальном убийстве царской семьи. О ритуальности там вообще предпочтение говорить. Но зато вот эти эксперты, которые уже много раз объявили о том, что они, ну, чуть ли не видели, как все это происходило. До деталей, до каждого движения тела они нам рассказывают, как все это было. Что на самом деле невозможно установить. То есть берут просто большевистские вот эти некритично относясь источники и просто их пересказывают детально, нам объявляя о том, что на самом деле происходило в подвале Ипатийского дома. Это ложь. Это ложь вроде бы как такая на стороне монархии. А на самом деле это дискредитация, глубочайшая дискредитация. А сегодня многое было сказано очень важно. Вот Кирилл Евгеньевич Мямлин очень важные слова произнес о том, как формировался ритуальный характер этого убийства. Это не просто одинарное, какое-то одиночное событие. Это целая цепь событий и обстоятельств, которые надо видеть целиком. А нам вот подсовывают все, как бы в одну кубышку сваливают, чтобы у нас в голове, в голове или у большинства людей непросвещенных все перемешалось. Футбольный чемпионат, выборы, повышение пенсионного возраста и еще давайте вот напоследок, что все эти уже Екатеринбургские останки в очередной раз проверены. Да, это вот они, они самые. И повторяется та же ложь, тот же самый специалист. Говорит, вот мы тут фотоналожением. У черепов, которые нашли, нет лица. Какое фотоналожение? Ну это просто тотальная ложь. Тотальная ложь, которая поддерживается, к сожалению, и частью священства, и частью мирян, которые не вникают в детали. Эксперты тоже им же удобно быть в центре внимания и рассказывать нам, что они на самом деле все определили и все завершили уже. Вопрос может быть закрыт. Это царские останки, это мощи. Все. Но для нас такого не может быть, для монархистов не может довериться каким-то экспертам, которые даже просто при научном подходе разоблачаются элементарно и легко. И пока монархисты не причастны к тому, чтобы доподлинно разобрать события 18-го года, со столетней давности, мы не должны верить и соглашаться с теми, кто говорит, что не было ритуальное событие, и что царские останки установлены. Думаю, что это один из пунктов, который у нас не внесен в декларацию, в проект декларации монархического движения. Вы смогли с ним ознакомиться. Достаточное количество этих экземпляров вы видели. И я думаю, что вот я плавно перехожу к моменту организационному своего выступления. Речь идет о том, чтобы учредить монархическое движение сегодня, не выходя из этого зала, и это сделать несложно, потому что мы предполагаем, действующие организации, монархические или поддержавшие создание монархического объединения, не должны ни в коем случае распасться, они должны продолжать свою деятельность. И поэтому предполагается создание движения без членства. То есть никто там не собирает подписи. Если человек готов участвовать в этом движении, то он через координационный совет получает какие-то задания, самообвязывается. Если человек просто хочет себя числить монархистом, быть в монархическом движении, то ему достаточно соглашаться с той декларацией, которая уже отработана, она в течение года прокатывалась в разных аудиториях. И остались все равно некоторые запятые. Там вот Александр Робертович еще одну маленькую поправку внесет. Поэтому я думаю, что касательно идеологической части у нас не должно быть никаких сомнений в том, что люди основательно поработали над этим документом. Вот буквально там два слова еще мы внесем. Это чисто будет редакционная правка. Сейчас это обсуждать бессмысленно. Поэтому я предлагаю присутствующим поддержать эту декларацию, как бы соединиться с нею. Для того, чтобы в дальнейшем продолжить. Чтобы мы не разошлись просто, отметили столетие, разошлись и на этом успокоились как бы до следующего столетия. Если аудитория готова к тому, чтобы поддержать эту декларацию, я бы хотел без голосования спросить, есть ли какие-то возражения, кто-то нашел там что-то существенное. Если нет, можем ли мы считать, что наше собрание приняло эту декларацию? Вы личность наследника престола не рассматриваете. Рассмотрим в рабочем порядке. Подданные, когда будет государь, будут подданные. Сейчас пока подданные кого мы? В порядке редакционном, я прошу, мы еще раз готовы взвесить, написать подданные граждане. Но я думаю, что это принципиально ничего не изменит. Когда соберемся к координационным и монархическим советам, мы подредактируем. Вы тогда просто оставьте тот экземпляр, который у вас есть, или еще один возьмите, вот там около входа есть. Просто напишите от руки, что вы предлагаете исправить. Мы обсудим коллегиально, не будем никого через колено ломать. Хорошо? Договорились, да? Считаем, что принято. Люди не понимают, что монархия это не авторитарная власть. Ну вот сейчас авторитарная власть. Авторитарная власть может быть тиранической. Какое отношение к монархии имеет тирании? Но она противоположна, скажем так. Сходно тем, что один человек принимает решение, но монархи тоже не один человек принимает решение. Просто это неграмотность такая, но приходится все время с этим объясняться. Значит, мы с декларацией разобрались. Принципы деятельности, по сути дела, я их изложил, как организационно построится. Две организационные структуры. Одна исполнительная и одна совещательная. Вот есть монархический совет, правильно ее было бы назвать. Монархический совет из представителей организаций, которые поддержали создание монархического движения. Как мы уже и неоднократно собирались, проводили совещания, круглые столы, мы приглашаем представителей действующих организаций. И это одновременно совет, который принимает, ну скажем, заявление от имени монархического движения. И есть исполнительная структура, координационный совет. Главная задача которого проводить мероприятия, планировать эти мероприятия. И самое главное, создать инфраструктуру по стране. То есть найти тех, кто готов быть координатором, кто заведет в социальных сетях группы, кто начнет какую-то хотя бы деятельность. Понятно, что нынешние условия не очень хорошо приспособлены для того, чтобы мы быстро покрыли всю страну региональными отделениями монархического движения. Чем больше, тем лучше. Ну, по сути дела и все. Вот это и есть организационная концепция. Движение без членства, поэтому никакого противоречия для тех, кто уже состоит в каких-то организациях, нет. Управление через политическое управление, условно-политическое в кавычках, потому что не совсем это политика, это несколько шире и глубже, чем политика. Через представителей организаций и тех, может быть, все-таки с приглашением тех уважаемых лиц, которые вот здесь выступали, и обязательно, наверное, там главы каких-то организаций, но мы на совещание праве пригласить, нет сомнений. И координационный совет или координационная группа. Я не советовался так вот подробно, но мне кажется, что координационный совет, то есть как бы постоянно действующий орган, в него бы могли войти от русского имперского движения Калиниченко и Климен, от черной сотни Юхин и Пушкарев, от Великой России Яковлева и Смирнов. У нас еще была выражена готовность участия в движении потомков измайловского полка, но что-то никто ко мне не подошел. Есть? Ну, я предлагаю вам тоже принять участие. Жаль, что вы не выступили, это было бы уместно. И состав совета. Мне кажется, что можно его назвать монархический совет. Васильев выступавший сегодня, Алексеев, который сегодня, к сожалению, не смог приехать, это фонд имперское наследие Штильмарк Александр Робертович, далее Панов Владимир Михайлович, Земская Рать. Я бы пригласил тоже в качестве людей, которые могли бы нам помочь существенно, отца Всеволода Чаплина и Владыку Сирния, которые здесь присутствуют. И я от партии Великой России туда вошел. А казачество? Так, почему я вас не могу? Да, казачество должно быть. Александр Хольф в состав совета, в монархического совета. Я думаю, что это правильно. И я думаю, просто на этом не закрывается список. Это как бы стартовый состав. В принципах деятельности написано, что могут эти органы кооптировать свой состав, вводить тех, кто действительно необходим для работы. С последующим мы, скажем, через год соберемся еще раз и утвердим, что да, это решение было правильным, человек проверенный и принес пользу движения. Вот по такой схеме. По кандидатурам, может быть, есть еще какие-то кандидатуры, кого можно было бы включить в состав этих двух органов? Нету. Ну и слава богу, я думаю, мы этот вопрос просто тоже в рабочем порядке решили. Могу ли я считать молчаливое согласие присутствующим в этом зале, чтобы мы утвердили этот документ, то есть утвердили список тех, кого я огласил, в качестве руководящих органов движения. Люба! Люба! Спасибо.